В Брянске после удара беспилотником загорелся завод микроэлектроники. Пентагон анонсировал помощь Украине еще на 600 миллионов долларов. Деньги в том числе пойдут на закупку боеприпасов для Хаймарс и систем ПВО. Беларусь планирует приостановить действие договора об обычных вооруженных силах в отношении Чехии и Польши. Посол США в Варшаве Бжезинский. В стране больше 10 тысяч американских солдат. Подоляк обвинил папу Римского в пророссийской позиции и заявил, что он не может быть посредником в переговорах. Депутат Европарламента Дейли. За год на Украине погибли полмиллиона человек. В Армении задержан пророссийский блогер Бадалян и обозреватель радиоспутник Армения Геваркян. Обоих обвиняют в незаконном обороте оружия. Захарова – это омрачает связи Москвы и Еревана. Она же, армянские СМИ, публикуют однобокую информацию о России. МВД Кубы заявило о задержании 17 человек, вербовавших кубинцев для участия в СВО. Национальность задержанных не уточняется. В КНДР спустили на воду подлодку с тактическим ядерным оружием на борту. Сунок пообещал Зеленскому помочь разблокировать украинские порты. Для этого будет усилена разведка в Черном море. В шведском МИДе рассчитывают, что Турция уже осенью одобрит вступление Швеции в НАТО. Госдеп обещает санкции против тех, кто поддержит выборы на присоединенных территориях. В ДНР под обстрел попали члены избиркома. Житель Крыма арестован за подготовку теракта на железной дороге, жительница Читы – за фотографии военных эшелонов. США выводят часть контингента из Нигера. По данным Sky News Arabia, туда прибыло несколько подразделений из Буркина-Фасо. В Малии боевики убили 50 гражданских и 15 военных. Власти Анголы предлагают отменить визы для граждан России. ЦБ отменил ограничения на продажу наличной валюты гражданам. Мера действовала полтора года. По данным регулятора, население хранит наличными больше 25 триллионов рублей. Росстат пересчитал покупательскую способность и заявил, что она на максимуме за 10 лет. Доллар больше 98 рублей, евро больше 105. Банкиры просят ЦБ отложить на два года переход на отечественный софт. Ускорение процесса чревато сбоями. Операторы сотовой связи заявляют о нехватке 50 тысяч базовых станций. Разрешенное к закупке китайское оборудование не дотягивает по качеству. Арестован чиновник погранслужбы, закупивший для береговой охраны китайские планшеты под видом отечественных. Сумма хищения больше 150 миллионов рублей. Основателю микрокредитной компании Money Funny запросили 15 лет за мошенничество в крупном размере. В Воронежской области вспышка сибирской язвы, семеро госпитализированы. В Курской 22 человека отравились шаурмой, одна девушка скончалась. В Питере массовое отравление в одной из школ, 13 детей в больнице, школа закрыта. Коммерсант, зависимость фарминдустрии от импортных компонентов по-прежнему больше 80%. В московских поликлиниках тем временем внедряют искусственный интеллект. Помогать ставить диагнозы будет ассистент по имени Аида. Впрочем, последнее слово пока все же за врачами. Ущерб от наводнения в Приморье почти миллиард рублей, заявили в региональном Минсельхозе. В Гонконге сильнейший за 140 лет ливень, двое погибли, объявлен максимальный уровень угрозы. На юге Бразилии циклон унес жизни почти 40 человек. Крупнейшим покупателем российского газа за этот год стал Евросоюз. Турция на втором месте, Китай на третьем, следует из данных агентства Креа. Между тем, на двух австралийских СПГ-заводах «Шеврон» начались забастовки. Компания не смогла договориться с профсоюзами. Газ в Европе на этих новостях подорожал на 11%. Бастующие требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Генпрокуратура признала нежелательной Международную федерацию транспортных рабочих. В профсоюзе моряков уже заявили, что это удар по их борьбе за свои права. По словам главы профсоюза Сухорукова, Федерация часто была единственной инстанцией, способной помочь морякам. Минтранс молчит. Почта России в Питере, между тем, обещает сотрудникам 15 тысяч рублей, если те приведут друга на работу. Калужский завод «Вольво» передан российскому бизнесмену Киму. Калининградский автотор начал выпускать китайские автомобили. Египетская авиакомпания «Ред Си» приостановила полеты в Москву. Авиакомпания «Победа» планирует выпустить рюкзаки, которые подходят под ее габариты ручной клади. Глава «Победы» Тыщук жалуется на рост расходов из-за налетов беспилотников на Москву. Минфин хочет разрешить гражданам подписывать самозапрет на азартные игры, который запретит делать ставки. Минпросвещение планирует отправлять ветеранов СВО преподавать в школах основы безопасности и защиты Родины. В Армавире открыли первую киберспортивную школу при храме. Помимо игр, детей планируют обучать управлению дронами.